ВООН надеется, что остальных к этому подтолкнут члены международного сообщества, имеющие влияние на отдельные вооруженные группы оппозиции. Как связаться с Российским координационным центром по примирению, рассказывают по местному телевидению, радио и с помощью СМС-рассылок. О первых результатах в репортаже Александра Батухова. На этой видеосъемке сирийский шейх Ахмат Мубарак подписывает важный документ. Это соглашение о примирении между оппозицией и официальной властью Сирии. Под этим соглашением о примирении подписались представители нескольких поселков нашей провинции. Мы надеемся, что подобные решения примут и остальные по всей стране. Мы хотим разрешить кризис мирным путем, чтобы война в Сирии наконец-то закончилась. Шейх Ахмат Мубарак представитель лишь одной части оппозиционных сил из провинции Идлиб, расположенной на севере страны. Сам шейх не политик, но в своем регионе очень влиятельное лицо. Он говорит, что пойти на примирение оппозиции было непросто. Слишком много противоречий накопилось за годы войны. Разумеется, полностью избежать трудностей, связанных с выполнением соглашения, не удастся. Однако сирийскому народу необходимо вернуться на свою землю. Это интервью шейх Ахмат Мубарак дает в своем родовом селе. И таких населенных пунктов под управлением этого человека несколько десятков. В каждом за безопасность отвечает своя небольшая армия, полностью подчиняющаяся воле шейха. Земли, которые он контролирует, входят в так называемую зону сопротивления. И для этих людей официальный Дамаск не указ. Но и террористы тоже не союзники. Впрочем, эта борьба на два фронта в последнее время уже многим в окружении шейха кажется бессмысленной. Да и боевики все активнее пытаются оккупировать эту территорию. Согласно достигнутым договоренностям, это поселение становится мирным и переходит под контроль сирийских властей без единого выстрела. Более того, оппозиция берет на себя обязательство не допустить сюда ни одной террористической организации. Для населения этого и других поселков решение о примирении стало главной новостью. В этом доме даже приготовили праздничный обед по случаю подписания соглашения. Мира, признаются жители, здесь ждут уже очень давно, поскольку эта война ничего кроме горя стране не принесла. Мы хотим мира и очень устали от войны. Хотим просто спокойно заниматься своими делами, а не отбивать атаки террористов. Переговоры о подписании соглашения о примирении начались около двух недель назад. И в их проведении Россия принимала самое активное участие. Как объясняет шейх Мубарак, чтобы этот диалог состоялся, очень нужен был посредник. Причем такой, которому бы доверяли обе стороны конфликта. Россия сыграла важную роль в достижении этого примирения. На данный момент только Россия протягивает руку мира сирийскому народу. И мы благодарны за эту помощь. Шейх Ахмат Мубарак уверен, что его поступок послужит примером и для других оппозиционеров, которым также поступают предложения подписать документы о примирении. Но только не террористам. Вступать в диалог с боевиками в Сирии никто не намерен. Их и дальше будут уничтожать. Александр Батухов, Юрий Шолмов и Гурам Розилов. Первый канал. Сирия.